Провести жаркие летние дни комфортно можно и в городе. В Барановичах завершилась подготовка зон отдыха к летнему сезону. 30 студентов Барановичского государственного университета приняли участие в акции, направленной на популяризацию донорства крови над добровольной основой. Я б в пожарные пошел, пусть меня научат. В средней школе номер 9 имени героя Советского Союза Холостякова состоялся день открытых дверей. Персональная выставка Виктории Юрчик, посещающей народный самодеятельный коллектив «Художественная игрушка» однокануне состоялась в гимназии номер 1, где учатся девушки. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В нашем городе есть несколько излюбленных горожанами мест отдыха, где можно позагорать летом. В течение двух недель специально созданная комиссия проверила их готовность. Накануне проверки завершились. С их результатами познакомилась наша съемочная группа. Водохранилище «Мышанка» для барановичан единственное близлежащее к барановичам место отдыха, где можно купаться. Озеро Светиловское и Жлобинское носят ландшафтный характер. И не приспособленные для купания об этом напомнили горожанам и члены комиссии. По подготовке зоны отдыха, в состав которой вошли представители Зонального центра гигиены и эпидемиологии, Горроинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и Барановичи Ремстроя. Проверки уже начались с 1 мая и продолжаются по сегодняшний день включительно. Сегодня уже заключительная проверка. Зона отдыха у нас в этом году, как и в прошлом, в предыдущие годы три. Это на водохранилище «Мышанка» зоны отдыха, на озере Светиловское и озере Жлобинское. Зоны для купания только водохранилище «Мышанка». Завтра еще санстанция будет отбирать пробы воды для того, чтобы установить конкретно, можно ли купаться или нет. По водохранилище «Мышанка» больших недочетов не было. Были бутылки, мусор на озере Жлобинское и Светиловское. Там уже другая ситуация. Там малоархитектурные формы были разломаны, теневые навесы были разломаны, урны унесли. Было очень много бутылок, мусора. Очень долго пришлось переводить в порядок. Люди у нас стараются, наверное, добавить нам больше работы. Хотелось бы, чтобы они все-таки за собой убирали. В начале мая водолазами спасательной станции была проведена очистка дна водоема от посторонних предметов. Акватория пляжной зоны водохранилища была очищена на расстоянии 30-35 метров. Со дна были извлечены инородные предметы различного характера. Водоем был полностью очищен от колющих, режущих и других посторонних предметов. Инфраструктура нашей пляжной зоны, она, как я уже говорил, очень качественно была подготовлена. Завезен песок, заменены горки, новая песочница установлена. То есть сделано все для того, чтобы люди очень хорошо и приятно отдыхали на нашем водохранилище. Первые отдыхающие уже сегодня приходят на водохранилище, в основном загорая. В воду погружаются единицы, но купальный сезон с каждым днем становится все ближе. И синоптики пока дают надежду, что лето не будет отсрочно и наступит 1 июня, как по календарю, так и по термометру. Донор. В переводе с латинского значит дарю, дарящий. Как говорят сами врачи, донор участвует в донации крови. Он дает кровь, он дарит частичку себя. И сегодня студенческая молодежь БРГУ не прошла мимо акции по безвозмездной сдаче крови. Быть безвозмездным донором – это своеобразная форма солидарности. Гражданской, христианской и человеческой. Это престижно, достойно. Это означает, что ты здоровый, взрослый человек, желающий сделать миру чуточку лучше. Очередную акцию по добровольной и благотворительной сдаче крови организовали первичную организацию БРСМ университета совместно с Барановической городской станцией переливания крови. Участие в акции приняли порядка 30 студентов. На мой взгляд, я был очень удивлен, что молодежь реально активна. Мы дали пост в интернете, и люди сами начали записываться, сами подавать свои заявки. И буквально за пару дней мы нашли всех необходимых нам людей. Для того, чтобы попасть к нам, нужно вступить в группы ВКонтакте, заполнить заявку, прислать эту заявку нам, и вы тут. Во многих странах при приеме на работу предпочтение отдается тому, кто имеет карточку донора. И это неудивительно. Донор ответственно относится к своему здоровью и имеет активную гражданскую позицию. Такой работник не подведет. Самое важное во всем этом то, что для самих доноров сдача крови – осознанный жест помощи тому, кто попал в беду, а не момент извлечения какой бы то ни было выгоды. Европейцы не считают донорство героизмом. Это так же естественно, как чистить зубы и переходить дорогу на зеленый свет, утверждают они. Очень хорошо себя чувствую. У меня никакого головокружения, ничего нет. Про эту акцию я узнала из группы БРСМ ВКонтакте. Я уже не первый раз даю кровь. Я считаю, что нужно стать именно безвозмездным донором крови, потому что многим людям необходима помощь, и люди должны делать добро по отношению друг к другу. В безвозмездном донорстве много плюсов. Сэкономленные средства пойдут на закупку нового оборудования и на совершенствование технологий. Так, например, в республике создана и функционирует единая база доноров. Кроме того, те, кто создает кровь бесплатно, лучше мотивированы. Они не скрывают проблемы со здоровьем и действуют исключительно из благородных побуждений. Хочу сказать, что приоритетным направлением службы крови является переход на безвозмездное добровольное донорство к 2020 году. Для тех, кто сдает безвозмездно кровь, если это сотрудники предприятия какого-то, то для них предусмотрен этот день оплачиваемый на работе. Они освобождаются от работы, но за ними сохраняется среднедневной заработок. И кроме этого, им выдается еще один день, положен еще один день, который они могут присовокупить или к отпуску, или по мере необходимости. Белорусы должны сами захотеть отказаться от выплат. Мысль о том, что именно ваша кровь может спасти чью-то жизнь, должна быть в каждом нашем сердце. И не даром на вопрос, стоит ли стать безвозмездным донором, все студенты ответили утвердительное – конечно, стоит. Я б в пожарные пошел, пусть меня научат. В средней школе номер 9 имени Героя Советского Союза Холостякова состоялся День открытых дверей. Были приглашены учащиеся школ города, их родители – гости. Подробнее в следующем репортаже выпуска. День открытых дверей в средней школе номер 9 был посвящен набору в классы основы безопасности жизнедеятельности и военно-патриотическое направление. Не случайно участие в мероприятии приняли начальник ГРУЧС Игорь Хлобукин, представители военного комиссариата и вооруженных сил. В таком формате мероприятие проходило впервые. Средняя школа номер 9, ее бренд – это, безусловно, классы МЧС, так называемые классы военно-спортивной и военно-патриотической направленности. И вот для того, чтобы наши родители, родители нашего города, учащиеся нашего города, видели воочию, чему обучаются детки в этом классе, какие интересные мероприятия у них проводят, чему они уже научились за этот год, для этого мы родителей пригласили в нашу школу, чтобы они имели возможность воочию убедиться, насколько комфортно, насколько интересно, насколько занимательно ребятам обучаться в этих классах. Задача этого класса, который создан и курируется не только отделом образования, спорта и туризма, но и барановическим городелом по чрезвычайным ситуациям, это первое, конечно же, подготовка учащихся к поступлению в учебные заведения, высшие и среднеспециальные учебные заведения, готовящие специалистов по профилю спасательного ведомства. Второе, это, конечно же, обучение и помощь в обучении наших учащихся основам безопасности жизнедеятельности, как правильно в быту вести себя на улице, в школе, чтобы не попасть в беду. Ну и, конечно же, третье, это вопросы воспитания, нравственное, физическое, культурно-досуговое. Все эти задачи, они сегодня у нас гармонично сочетаются именно в этих классах. Учащиеся школы номер 9 подготовились к этому дню основательно. Исполнили военно-патриотические песни, провели строевой смотр, станцевали вальс, организовали примерку одежды радиационно-химической и биологической защиты, провели совместно со спасателями барановического ГРУЧС боевые действия по тушению условного пожара. Это им помогает в жизни быть дисциплинированными, быть очень ответственными, быть добрыми людьми. Конечно же, не каждый из них по окончанию вот этих классов будет поступать в учебное заведение МЧС либо по другим, скажем так, в другие учебные заведения системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Но то, чему их научат, именно вот с этим вот уклоном, углубленным изучением технических предметов, такие как математика, физика, физическая культура, это, наверное, в жизни очень-очень пригодится. У нас есть примеры, когда около 8 человек, учащихся в профильных классах 9 школы, у нас работали или работают в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, в частности, в Барановичском ключествах на различных должностях. Выпускники школы носят уже настоящую форму. Милицейскую форму, спасатели, у многих на вагонах уже сверкают первые звезды. И нынешние ученики знают, форма всегда к лицу, причем как мальчишкам, так и девчонкам. Интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное воспитание учащихся, адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки совершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. Это основные задачи класса МЧС. Сегодня в таких классах в девятой школе учатся 87 учеников. Среди этих ребят есть не только те, кто целенаправленно и просто, скажем так, идейно идет к цели покорения профессии спасателя. В этих классах учатся ребята, которые просто хотят защищать жизнь другого, просто хотят помогать другим людям, просто хотят расширить свой кругозор, разнообразить свой досуг. И, в принципе, это у них получается достаточно успешно. Но, конечно же, и, безусловно, основная цель этих классов – это предпрофильная подготовка для того, чтобы ребята уже достаточно осознанно, на абсолютно, скажем так, уже твердой базе выбирали свою будущую профессию. Ведь задача основная – это не просто обеспечить поступление их стопроцентное в учебное заведение МЧС и служить в наших рядах. Это, конечно же, подготовить их к жизни, немножко дать возможность им почувствовать себя самостоятельными. И в этом, наверное, главное. И вот это проведенное мероприятие «День открытых дверей», где позиционировались такие моменты, как и умение танцевать, умение одевать костюмы химической радиационной защиты, умение ходить строем, плюс показательные выступления профессиональных спасателей и пожарных, позволили родителями еще раз проникнуться и почувствовать, что ребенок, который в таком дисциплинированном ритме живет, он всегда вызывает чувство гордости у родителей, и он, естественно, не их никогда не подведет своим поведением, ну и всегда придет на помощь окружающим. Классы по направлению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в средней школе номер 9 существуют с 2002 года. Обучение в них не только готовят юношей и девушек. Поступление в учреждения и образование МЧС, но и учить действовать при чрезвычайных ситуациях, а самое главное – предупреждать их. Команда «Класс» гимназии номер один с международного фестиваля «Созвездие талантов», в котором представители учреждения приняли участие во второй раз, привезла дипломы. Гимназисты достойно представили город и заняли почетное третье место. Приятно отметить, что девушки и юноши не только могут хорошо учиться, но и достигать успехов в творчестве. Так, накануне в гимназии состоялось открытие персональной выставки Виктории Юрчик, ученицы восьмого класса. Виктория занимается в народном самодеятельном коллективе художественной игрушки уже четыре года. За это, казалось бы, непродолжительное время ей удалось добиться неплохих результатов на республиканском уровне. В частности, в 2016 году за композицию «Мирский замок» гимназистка была удостоена диплома третьей степени на республиканском конкурсе. Я занимаюсь уже около четырех лет, как и в гимназии, так и в Дворце детского творчества. Использую много разных техник, такие как макраме, панно, композиции разные, папье-маше. Моя самая любимая работа – это «Мирский замок», потому что там очень много было техник, очень было интересно ее делать. Мне вдохновилась, конечно же, экскурсия в «Мирский замок». Мне очень понравились виды на этой экскурсии, очень понравилась история того времени, 19 века. И я решила воссоздать макет этого замка и его жителей. Со значимым событием в жизни дочку и внучку пришли в гимназию поздравить родителей и бабушкой с дедушкой. Конечно, что может быть лучше знать и видеть, как твоим родным и любимым человеком восторгаются другие люди? Дружная семья Юрчиков во всем поддерживает стремление дочери. Этих зубров, например, по выкройке вырезал папа, а Виктория уже оформляла. Мы очень довольны и гордимся своей дочерью и хотим сказать огромное спасибо Елене Александровне, которая помогла раскрыть талант в нашей дочери. Мне очень приятно, что сегодня у нас очередной праздник, праздник творчества, праздник того, что мы показываем лучшие работы наших замечательных учеников, которых мы очень любим и для которых пытаемся создать хорошие условия для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал не только умственный, но и творческий. На выставке представлены работы различного периода и тематического направления. Меофенечки и браслеты, деревья из бисера, украшения для дома из кожи, мягкие игрушки. Каждая работа выполняется по-разному, говорит автор. На одну может потребоваться только неделя, на другую – не один месяц. Каждая работа по-разному, каждая работа на разную технику. Например, мирский замок я делала уже около трех месяцев, целое лето. Есть работы, которые делаются за неделю, есть, конечно, уже и за месяц. Гимназия номер один активно сотрудничает с Дворцом детского творчества. На базе учреждения работает кружок преподавателей Елены Сизенок, учит тонкостям декоративно-прикладного творчества гимназистов. И, как видим, по работам и достижениям Виктории очень успешно. Ни одна выставка, которая проходит в школе, не обходится без работ Вики. Что очень приятно, девочка очень старается и хочет показать все то лучшее, что в ней заложено, наверное, природой, родителями, ну и нашим педагогическим коллективом. Я надеюсь, что вот все то, что мы в гимназии делаем, даст нам возможность и нашим детям проявить все наши способности, показать то, на что способен современный гимназист. Впереди у девушки много планов, связанных с творчеством. Виктория призналась, что хочет больше уделять внимание белорусским национальным традициям и истории. Остается пожелать девушке удачи и исполнения задуманного. Я бы хотела создать какую-то белорусскую композицию. Мне очень нравится работа в этом стиле. Наверное, еще ростовую куклу белорусскую. Или, конечно же, создать композицию бисниры. В связи с проведением третьего международного фестиваля духовой музыки «Белорусские фанфары» и праздника города «Барановичская весна-2017» в Барановичах перекроют движение транспорта через площадь Ленина. Городские автобусы будут двигаться по измененному маршруту с 19 по 21 мая. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok